Алкоголь, ссоры, драки, голод и бытовое неблагополучие – это не то, из чего должно складываться детство. Но, к сожалению, в нашем городе все еще есть семьи, где родители злоупотребляют спиртным, имеют проблемы с трудоустройством и не справляются со своими прямыми обязанностями. При выявлении таких семей инспектора инспекции по делам несовершеннолетних информируют Управление по образованию и Комиссии по делам несовершеннолетних для принятия соответствующих мер воздействия к родителям, а также заводят профилактическую карточку в отношении семьи, ежемесячно контролируют и проводят профилактическую работу с данными семьями. В квартире семьи Цибрук сегодня пятеро детей, шестой находится в доме семейного типа. Социально опасным их положение было признано из-за того, что мать периодически уходила в загулы на длительное время, оставляя малышей с их пьющим отцом. Из-за этого она потеряла работу и доверие самых близких. Но сегодня положение в семье, пусть и с нестабильной динамикой, все же идет на поправку. Отец семейства каждый вечер посещает клуб анонимных алкоголиков, а мать наконец-то трудоустроилась и стала уделять внимание детям. Я записалась к психологу семейному, хожу каждый день почти, хожу, пытаюсь наладить контакт с детьми, уже с мужем как-то наладили отношения, чтобы уже действительно не ругаться, чтобы не он один все тянул на себе, а вместе, как нормальная семья. В московском районе города Бреста по состоянию на 1 ноября текущего года на учете данной категории состоит 303 ребенка из 155 семей. Постановлением Совмина номер 22 о признании детей находящимся в социально опасном положении предусмотрены три основных критерия, когда ребенок находится в социально опасном положении. Первое – это родителями не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка. Второе – родителями не обеспечивается надзор за поведением ребенка и его образом жизни, вследствие чего ребенок совершает деяния, содержащие признаки административного правонарушения, либо преступления. Третье – родители ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка, злоупотребляют своими правами, жестоко обращаются с ними, в связи с чем имеет место опасность для жизни, здоровья ребенка. Ситуация каждой семьи следуется в индивидуальном порядке, но решение проблемы, как бы ни старались помочь, социальные педагоги, психологи и представители органов правопорядка находятся в зоне ответственности родителей.